Доброго дня, всем добрым людям. Мы снова на YouTube-канале Марка Солонина. У нас сегодня очередной военно-технический техникум. Тема его в очередной раз подсказана вашими комментами. В данном случае поток возмущенных комментов, который появился после интервью с Томом Купером. Я понимал, что будет так много, но прямо скажем, не ожидал такого, такой лавины. Купер назвал свои оценки. Количество сбитых в этой войне российских самолетов и вертолетов. Это вызвало просто дикое возмущение, поток самых разных комментов, в самой разной степени ярости, сарказма, возмущений и так далее. Почему-то публика, какая-то ее часть, думает, что то, что называют во время войны, то, что одна из сторон называет во время войны, то и есть реальная картина, реальное количество сбитых летающих предметов. А что это летающих предметов? С ними всегда очень сложно. Такого масштаба возмущения я не ожидал, но потом я вспомнил то, что сейчас показываю вам. Вот вы видите, это скриншот с моей панели управления канала. Это возрастная структура наших зрителей, то есть вас, почтеннейшая публика, вот такие вы у меня все хорошие и есть. То есть основной костяк наших зрителей, самый среднестатистически типичный наш зритель, это мужчина возраста 45-54 года. Если же посчитать три строчки последней снизу, то есть людей, которые 45 и старше, то люди 45 и старше на нашем канале составляют 64-65 по разным периодам. Ну, то есть две трети наших зрителей – это люди возраста 45+, или сильно даже 55+, или даже 65+. То есть это люди, которые так же, как и я, так же, как и я, были, как же это называется, в общем, были в «Октябряцкой звездочке», в «Пионерской дружине», в «Комсомольской первичной организации». Кто-то был, наверное, в КПСС. Необходимое количество ленинских зачетов сдал, лекции в «Красном уголке» отслушал, некоторые даже, возможно, эти лекции читали. В результате, в результате, понимаете, даже если вам это все стало с годами, может быть, с самого детства, может быть, с годами стало отвратительно, это все равно через нас, вас, меня, через нас все прошло. В результате, я понимаю, что человек, который помнит, благодаря лекциям в «Красном уголке», что «Сталинские соколы» в годы войны сбили 70 тысяч немецких самолетов, что каждая битва, там, Курская, Туга, Сталинградская битва, обязательно сопровождается сообщением о том, что в ходе этой битвы было сбито 2000-3000 немецких самолетов и так далее. Люди, привыкшие к таким цифрам, он, конечно же, реагирует очень бурно, когда появляется какой-то эксперт, например, в данном случае Том Купер, и говорит, что было сбито там всего 30 российских самолетов, там примерно такое же количество российских вертолетов. Почему же так мало? Почему же так мало? А надо было гораздо больше. Давайте начнем потихонечку разбираться. Пункт номер один. Нигде, кроме советского учебника, истории сбитые самолеты противника не считаются, не учитываются по заявлениям стороны, которая их сбила. То есть количество потерянных в ходе, например, Курской битвы немецких самолетов нигде и никогда, кроме советского учебника истории, не оценивалось, не рассчитывалось по заявлениям сталинских соколов и их командиров. Исключительно и только по документам той стороны, запятая, которая эти потери понесла. То есть количество немецких самолетов, сбитых во время Курской битвы, определяется любыми современными историками на основании документов немецких, немецких авиаэскадр и авиагрупп, авиационных групп, то есть полков и дивизий, говоря по-нашему, вот там составлялись ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты. Каждый самолет не может, самолет не может исчезнуть. Любое списание самолета сопровождается большим количеством документов. Вот на основании этих документов только те потери, которые были признаны противником, вот только эти потери и учитываются в любой нормальной историографии, кроме советской, социалистической историографии. Так и только так. Поприменительно к немцам, там вообще, ну просто уж если заговорили, там была сложная и правильная, ну немцы, система учета. 100% это если самолет на дне морском, его уже нельзя найти никогда. 80% потерь, это самолет упал на землю, разбился в дребезги, ремонту не подлежит. 60% упал на землю, разбился в дребезги, ремонту не подлежит, но с него могут быть сняты агрегаты, там вооружение, пушка или, может быть, даже двигатель целел, который можно использовать. 40% упал на землю, может быть отремонтирован в заводских условиях, 20%, может быть, даже и не упал, поврежден и нуждается в ремонте, который можно сделать в полевых условиях. Соответственно, сбитым самолетом считалось первое, второе и третье, от 100 до 60% включительно. Вот так это дело аккуратно все и считается, всеми и всегда. Все остальное, кроме документов, стороны, которая эти потери принесла, все остальное – это охотничьи рассказы. Ну, так можно посчитать после войны. А как же считают во время войны? А как же считают во время войны? Я не открою никакого военного секрета, если скажу то, что знает каждый человек, каждый мужчина, который когда-нибудь держал в руках оружие. На любой единице оружия, пистолет, автомат-калашник, даже боевой нож. Есть что? Номер. Номер. Так вот, на самолете тоже, можете не сомневаться, есть номер. Ну, на самолете, конкретно на российском самолете, сбитом над Украиной, будет как минимум 4 номера. Первое. Тактический номер. Это те большие нарисованные экранской цифры, обычно на Килле или еще где-то. То есть это, ну, учетный порядковый номер этого самолета в подразделении, в авиаполку, там дивизии и так далее, по которому они взаимодействуют друг с другом. Тактический номер. Серийный номер самолета, то, что на него поставили на заводе изготовители, он на самолете отражен, в какие-то сопровождающие документы отражен, и серийный номер на шильдике, на двигателе. А поскольку все без исключения боевые самолеты российской авиации, которые сейчас воюют, имеют два двигателя, это важная вещь, мы к ней еще прийдем. Они все без исключения от Су-25 до Су-35. Они все двудвигательные, то значит, у нас на этом левом двигателе шильдик с номером, и на правом двигателе шильдик с номером. Итого у нас четыре номера тактически, серийный номер самолета и два серийных номера двигателя. Вот по этой табличечке, табличечке Су-25, серийный такой-то, двигатель такой-то, сбит там-то и так-то. Вот так вот выглядит отчет о сбитых самолетах противников. Многие мне задали вопрос, а с чего я решил, что генштаб украинский должен перед тобой отчитываться. Нет, генштаб передо мной точно не должен отчитываться, и вообще не гражданин Украины. Даже и граждане Украины во время войны не могут претендовать на то, чтобы генштаб им докладывал все, есть понятие военной тайны, все замечательно. Генштаб не обязан, никому не обязан предоставлять эти шильдики, эти номера, но и я не обязан верить, чему бы то ни было, кроме листа бумаги с перечнем серийных номеров сбитых самолетов. Что же нам делать? На следующую ступенечку переходим, если война не закончилась, документы российского генштаба пока еще недоступны, пока еще недоступны, ну а в условиях войны украинский генштаб не считает нужным список номеров сбитых самолетов, предоставлять общественности. Тут уже приходится пользоваться, так сказать, третьего сорта. А третьего сорта информационной базы это то, что сообщают различные независимые информационные структуры, всякие там эстетические группы, ну и всякие, они вполне себе уважаемые, там есть Bellingcat, есть другие. Сейчас у нас информационная эпоха, практически у каждого человека в кармане смартфона, который может что-то сфотографировать, есть защищенные и незащищенные системы связи, которые позволяют человеку из Канады передать информацию человеку в Австралии и так далее. Вот благодаря этой общественной деятельности в эпоху сплошной информатизации появляется возможность накапливать, и независимо от генштабов, какую-то информацию о том, где, в какой точке пространства лежат обломки какого-то самолета. Да еще и проверить, это обломки одного самолета, или нам пять раз показывают один и тот же самолет, сфотографированный с разных нейронкурсов. Одним из таких ресурсов, одним из таких независимых общественных и стратегических групп является некий ОРИКС. Ссылочка тоже будет, вы сейчас видите его за главную страницу, в русском варианте. Они, как я понимаю, имеют какое-то отношение к Турции, ну, по крайней мере, там, как штаб-квартира, создатели, руководство турецкие, работают, естественно, по всему миру, и с самого начала агрессии российской против Украины они ведут вот это вот, документирование потерь российской техники. Насколько я понимаю, это и есть тот главный информационный источник, благодаря которому накапливается какая-то информация, разумеется, неполная и не вполне достоверная, но, по-моему, лучшего ни у кого нет, и все остальные исследовательские группы, то же самое Констант Интеллижен Сервис, этим, извиняюсь, вот Леваева, по-моему, все они ссылаются на него. Что они насчитали на сей момент? На сей момент они насчитали, то есть зафиксировано, сфотографировано, идентифицировано, проверено о том, чтобы не было повторов, то есть чтобы один и тот же объект не фотографировался и не проявлялся пять раз, как пять разных объектов. Вот то, что они смогли учесть. 26 самолетов уничтожено, ну, 25 уничтожено, один поврежден, по их оценке, и 39 российских вертолетов. 26 самолетов и 39 вертолетов. Кроме всего прочего, тут видна раскладка, значит, ну, как и следовало ожидать, больше всего несут потери самолета и непосредственной поддержки, это Су-25 штурмовик, и Су-34, это истребитель мобдировщика, ударная модификация старика Су-27, что заслуживает упоминания. Есть сбитый и подтвержденный сбитый Су-35, это наиновейший российский истребитель, наиновейшая модификация исходного Су-27, который на России, российское военное ведомство, называет истребитель поколения Чекери плюс-плюс, но просто почти, что уже даже пятого поколения. Вот его тоже замечательно поместили на Землю, видите, в каком виде он на Земле лежит. Далее возникает самый главный интересный вопрос, а с каким коэффициентом во сколько раз нам надо увеличить оценки Орикса? Ну, понятно же, что пока идет война, то независимые исследователи, ну, понятно, что не смогли отфотографировать и геозалацировать все сбитые летающие предметы. Конечно же. Ну, это, да, это так, но все-таки давайте подумаем, а какая часть из них уже могла быть найдена и обнаружена. Для этого надо подумать о том, где идут боевые действия. Сейчас я вам покажу три картинки, они чем хороши, просто так мне удалось их найти. А это карты боевых действий. Одна из них от 28 февраля, другая 28 марта и третья от 28 апреля. Вот это вот 28 февраля, вот это 28 марта и вот это 28 апреля. Итак, что же мы видим? Мы видим, ну, мы это давно уже об этом говорили, я думаю, все это мы знаем мы помним, что территория Киевской области, Черниговской области, Сумской области и часть территории Харьковской области от агрессора освобождена и все они находятся под контролем Украины. То есть, все самолеты, сбитые, упавшие на этой территории, сейчас доступны для изучения российскими, украинскими и военными ведомствами и, так сказать, энтузиастами. Далее, насколько нам известно, не было ни одного, ни одного единого сообщения о том, чтобы украинские истребители залетали в воздушное пространство Белоруссии, в воздушное пространство России, чтобы какие-то воздушные бои происходили там, над российской или белорусской территорией. Ну, по крайней мере, ни одного сообщения такого не было. Ни одного воздушного боя, опять же, судя по известным сообщениям, над Черным морем или над Азовским морем не было. То есть, туда ничего не упало. Все, что упало, упало на территории Украины. Большая часть этой территории, там, где происходили бои, сейчас украинской стороной контролируется. Да, но есть юг и восток, которые контролируются противникам. Однако, если вы внимательно посмотрели, ну, несложно, можно еще раз откатить и посмотреть на картинку от 28 февраля, то мы видим, мы видим то, о чем много-много-много раз говорили, что все, что удалось противнику захватить на юге, вот эта вот полоса между рекой Днепр и Нижним течением Азовским морем, это было захвачено в первые буквально несколько дней, максимум в первую неделю, а более никакого продвижения и не было. то же самое и применительно к северо-Луганской области, юго-востоку Харьковской области, которая, опять же, была занята противником, ну, скажем так, почти без боя в первые же дни войны. То есть, там не было или почти не было сколь-нибудь активных воздушных боев, какого-то активного использования средств ПВО, поэтому, если там что-то и упало, то очень небольшая часть. Поэтому я предполагаю, что большая, большая, небольшая, а большая часть всех реально сбитых российских самолетов и вертолетов, их обломки лежат на территории, контролируемой украинскими войсками. К этому остается только добавить ту, ну, совершенно вроде бы очевидную и понятную вещь, которую, как я смог понять, не все об этом задумались, что сбитый самолет противника представляет колоссальный интерес, колоссальную важность. Это клад, это кладезь ценнейшей военно-технической информации. Поэтому найти его и развинтить до последней гайки, это не вопрос праздного любопытства, это не вопрос удовлетворения любопытства блогеров или публики, это важнейший военно-технический вопрос, потому что современные самолеты это уже давным-давно не просто самолет, не случайно в России сейчас их называют авиационный комплекс, это абсолютно верно, это комплекс, это летающая платформа, на которой навешано огромное количество всякого вооружения, всякой электроники, оптоэлектроники, и вот эти крохотные коробочки, вот эти крохотные платочки, эти крохотные меньше пальца оптические системы, именно они сейчас и определяют боевую ценность самолета, ракеты, зенитные ракеты, именно они определяют исход воздушного боя, поэтому каждый сбитый самолет надо найти, развинтить по винтику и посмотреть, что же там противник нового такого напридумывал или не напридумывал, поэтому вопрос поиска сбитых самолетов, это не вопрос праздного любопытства, это не то, что можно отложить на потом, на после войны, это та информация, которую надо знать вчера, вчера ее надо было знать, вчера не узнали, так узнаем сегодня, это никто откладывать никогда не будет, поэтому их, конечно же, ищут, их, конечно же, ищут, для этого полагаются все необходимые усилия, опять же, не будем забывать, что Украина воюет сейчас не одна, Украина сейчас фактически является частью коалиции, ну, не надо иметь большое сообразительное, чтобы понять, что американцам в высшей степени полезны, необходимы, нужна эта информация, нужны все болтики, винтики, платы и процессоры с российских сбитых самолетов, и наверняка соответствующие соглашения заключены, все, как положено работать, работают, и самолеты, и ищут, и находят, поэтому я предполагаю, что большая часть того, что упало, то, что реально упало, найдено, переписано и учтено, ну, с запасом, и чтобы никого не огорчать, ну, я готов предположить коэффициент 2, хотя это очень большое завышение, будем считать, что реально сбито не 26, а в два раза больше, 52, предположим, что реально сбито не 39 российских вертолетов, а 80, ну, вот мы получаем такую цифру, 100, 110, 120 вертолетов, плюс самолеты вместе взяты, сбиты, и это замечательно хороший результат, вот, ну, а так как моя оценка, безусловно, оценка дилетантская, то у нас есть возможность посмотреть на экран, увидеть оценку совсем даже не дилетантскую, это, как вы видите, военная разведка британская, которая ежедневно публикует какие-то короткие, сверхкороткие отчеты, вот этот отчет за 27 апреля, ну, уже прошла неделя, но не суть, более-менее понятно, что же они пишут, они пишут, что Украина сохраняет контроль за большей частью своего воздушного пространства, Россия не смогла эффективно разрушить украинские военно-воздушные силы или подавить украинскую систему ПВО, Украина продолжает создавать значительный риск для использования России своих средств воздушного нападения, вот так я это переведу, то есть это не только я считаю, что это хороший результат, и специалисты считают, что это хороший результат, ну, и прежде всего потому, прежде всего потому, что ПВО это противовоздушная оборона, по-английски это будет defense, опять-таки защита, то есть вообще говоря, вообще говоря строго, задача ПВО защитить свои войска, защитить свои объекты на земле, сбить вражеский самолет, это приятный дополнительный бонус, приятный дополнительный бонус, а главное это защитить, не дать противнику летать спокойно и спокойно работать, по имеющейся оценке и по всему, что мы видим, именно эта задача в значительной степени украинскими СИН ПВО, украинскими ВВС решается, и в дополнение к тому, что пишет специалисты английской разведки, это прямо, скажем, серьезная рекомендация специалистов английской разведки, я добавлю то, что я вижу сам, с первого до последнего дня войны я нахожусь в Украине, какое-то время я был в Киеве, крупнейший город столицы страны, какое-то время я был в Виннице, крупный областной центр, за 70 дней войны я не видел своими глазами ни одного российского самолета, ни одного раза, и даже звука пролетающего российского самолета я не слышал. А это хорошая оценка работы украинской ПВО. Значит, противник понимает, что это дело опасное и вынужден свернуть, съежить использование своей плотирной авиации до коротких залетов через границу непосредственно зону переднего края, огневая поддержка своих войск на переднем крае и бегом назад. Да еще то, о чем говорил Том Купер, что они уже перешли крайне неэффективные техники, тактики, использованные своего бортового вооружения. То есть главная задача, главная задача ПВО, еще раз повторяю, это не увеличивать перечень сбитых самолетов. Это приятный дополнительный бонус. Главная задача ПВО это защищать свои войска. Нигде никогда никто не обеспечивал зонтика, в смысле зонтика, как мы это привыкли, но судя по всему, что происходит и на фронте, и то, что говорят специалисты о том, что происходит на фронте, это задача в значительной мере решается. И последняя, уже совершенно техническая часть нашей сегодняшней передачи, опять же, те, кого есть более важные дела, могут ее и пропустить, сугубо техническая часть. Приходим уже к техникуму. А почему так плохо? Как же так, вот говорят и пишут люди, ну как же так, ну тысячи же, тысячи ПЗРК получила Украина, и что это такое, тысячи ПЗРК избили какие-то то ли 26, ну может быть 50 российских самолетов, что же мало так, что же так мало. Ответ на этот вопрос перед вами, перед вами, вот он на экране этот ответ. Еще цитаке. Это противотанковое ружье Дегтярева. Такое вот оружие. Во многих, то что во многих большинстве фильмов про Великую Отечественную Вторую Мировую войну в эту штуковину видели. Вот это вот такое большое тяжеленное ружье, 17 килограмм веса, два человека его таскали, а пулька там, вот видите, пулька такая, солидная пуля, 14,5 миллиметра калибр, вот эта вот штуковина значит стреляла с энергетикой у нее, энергия этой пули, начальная энергия кинетическая, она же пробивает кинетической энергией больше ничем, там взрывчатки нету, ну, значимых количествах нет, мы бы там пару граммов добавили для заброневого воздействия, а вот пробивает кинетической энергией, вот эта вот штуковина выстреливала пулю с начальной кинетической энергии 32 киложоуля, 32 киложоуля, это много, мало, смотрим на таблицу, мы ее с вами уже видели, эту таблицу я сделал к нашей передаче по поводу самолет против танка и видим, смотрим сразу на три последние строчки, вот это вот те основные противотанковые системы, от немецкой ПАК-40, советской ЗИС-2, ЗИС-3, которые, в общем-то, со второй половины войны отвоевали вплоть до 1945 года, смотрим, все видим, то есть нормальная реальная работающая противотанковая пушка должна иметь энергию дульную в 50, ну, примерно 50 или даже больше, или даже больше РС, противотанковое ружье Дегтярева, что-то тут не то, правда же, ну, или дураки те, кто зачем-то делал эти тяжеленные пушки с огромной энергетикой в 50 или там более раз происходящую энергетику, противотанковое ружье, это же нижнее всего, под конец войны появилась вот эта вот, ИСУ-122, истребительная самоходная установка, 122-миллиметровая пушечка, там вот сидит и в этой пушке дульной энергии 8000 килоджуули, что ровно в 250 раз больше, чем энергетико противотанковое ружье, что-то тут не то, да, или дураки те, кто зачем-то делал вот эту противотанковую ИСУ, или те, кто противотанковое ружье с энергетикой в 250 раз меньше. И знаете, сколько же их сделали? Я сам удивился. Я сам удивился, когда Википедия мне подсказала, что эти самых противотанковых ружья Дегтярёла сделали 293 тысячи штук, в том числе в 43-м году, то есть тогда, когда уже на поле боя появились четверка немецкая с усиленно до 80-ти миллиметров лобовой брони, когда уже появились первые танки и пантеры, когда стало понятно, что уже и 45-ка даже улучшенная модернизированная в 42-м году уже абсолютно ни на что не годится, когда стало понятно, что 76-ти миллиметровая танковая пушка на Т-34 ни на что не годится, вот в этом самом 43-м году оружие с ничтоженной малой энергетикой сделали еще 84 штуки, это же не все, этого еще решили мало, и поэтому параллельно с противотанковым ружьем Дегтярева производил противотанковое ружье Симонова, этих ружей сделали 173 штуки, в том числе 80 тысяч в 43-м году и 33 тысячи противотанковых ружей продолжали выпускать и поставлять войска в 44-м году, понимание вопрос, а зачем? На этот вопрос мы знаем ответ, три задачи, три задачи выполняло противотанковое ружье, задачи первая укрепление, повышение политморсоса собственных войск, политика, моральное состояние войск, солдат на поле боя должен чувствовать себя охотником, а не жертвой, а не дичью, он должен чувствовать себя участником боя, а не овечкой, которую привели на бойню, поэтому у него должно быть что-то, чем он стреляет в противника, это первое, поэтому надо было насытить боевые порядки пехоты каким-то, каким-то противотанковым средством, пункт номер два, понижение, ослабление, подавление, политморсоса противника, надо портить настроение противника, что такое, дорогие друзья, 32 килоджоули, вот это смешная по сравнению с 22-миллиметровой пушкой энергетикой противотанковой ружья, 32 килоджоули, это 12-этажный дом, представили, стандартный 12-этажный дом, на крыше этого дома четыре мужика, напрягаясь от усилий пыхтя, тащат 100-килограммовую чугунную чушку, 100 килограмм чугуна, и бросают его с 12-го этажа, бамс, вот это 32 килоджоуля, теперь представьте себе, что там на земле на тротуаре стоит большая железная бочка под названием танк, танк, кстати, это и есть емкость по-английски, вот внутри нее сидят люди и по их бочке, вот им туда с 12-го этажа падает 100-килограммовая чушка, звуки, понимаете, какие звуки раздаются внутри этого самого танка, когда туда прилетает смешная маленькая пулька из ружья, причем заметьте, это я сижу в кресле, тут у меня все хорошо, калькуляторы китайские под руками, они же не знают люди в танке, какие там килоджоули прилетели, они слышат жуткий удар, потом с другого боку прилетает еще один удар, потому что этих, как мы уже выяснили, сотни тысяч противотанковых оружий было выпущено, по штатному расписанию 45-го года стрелковой дивизии было 111 противотанковых оружий, а так как стрелковая дивизия по советскому ставу занимает обороне на фронте 10 километров, значит на 1 километр фронта 11 противотанковых оружий в среднем, но уже никто не выставляет рядочком от Балтики до Черного моря рядочком, они концентрируются в каких-то подразделениях противотанковых, и соответственно по одному танку лупят сразу несколько этих самых оружий, он получает один за другим вот эти удары с такими шумовыми звуковыми эффектами, это действует на политморсос противника, ну и уж третий, третий, в порядке вероятного бонуса, эта пулька может попасть в перископ, то есть разбить оптику, танк станет слепым, вероятность смола, но эта пулька может залететь в ствол пушки танка, почему бы и нет, может, может, ну тогда вообще все разворотят, эта пулька может залететь под башенное пространство, заклинить башню, танк заклиненный башней, это уже не совсем танк, ну и наконец, если противотанкисты такие смелые парни, они пропустили танк у себя над головой, а потом вылезли из окопа из этого ружья, шандарахнули по кормовой броне, да, кормовую броню с 50 метров он может еще и пробить, и пулька попадет в моторное отделение уже с серьезными последствиями, но это приятный дополнительный бонус, все вышесказанное имеет самое прямое отношение к ПЗРК, переносной зенитно-ракетной комплекс, это и есть полный аналог противотанкового ружья эпохи Второй мировой войны, аналог не технический, технический они абсолютно друг на друга не похожи, тут ружье, тут ракета, они абсолютно одинаковые с точки зрения решаемых задач, первая, вторая и третья, свои войска должны знать, что у них есть какое-то средство ближнего ПВО, противник, тот самый летчик или летчики, которые сидят в самолете, должны понимать, что они не на полигоне, что они не на полигоне, что в любую секунду может что-то прилететь, ну и уже в порядке приятного бонуса может быть удастся сбить, и как мы видим, даже десятки, десятки российских самолетов, вертолетов этими самыми главным образом пузырька были сбитые. Но то, что это произошло, это скорее чудо, а не закономерность, ибо переносной зенитно-ракетный комплекс должен таскать человек в момент запуска держать его на плече. Поэтому ракетка в ПЗРК неизбежно легенькая, она не может быть тяжелой, когда она продавит человека. Что значит легенькая? Стингер это 10 килограмм стартового веса ракеты и 2,5 килограмма боевая часть. Ну, дальше, как вы понимаете, я задаю вопрос, это много или мало? Смотрим на экран. Самое маленькое, что бывает, ну, сейчас мы покажем наиболее, ну, самые массовые массовые ракеты воздушного боя и массовые ракеты зенитные. Те, которые были на вооружении советской, а сейчас российской и, вероятно, украинской армии ВВС. Вот. Самое легкое, что бывает, это ракета Р-73, ракета ближнего воздушного боя, ракетка с тепловой головкой, в этом смысле она фактически есть аналог Стингера, вот эта самая легенькая маленькая ракетка, весит 105 килограмм стартовой массы, и у нее боевая часть 8 килограмм, 8. Еще раз повторяю, Стингера 10 килограмм стартовой массы, 2,5 килограмм боевая часть. А следующая ракета среднего радиуса действия, очень распространенная массовая, в советской, российской, продана в десятки стран мира, Р-27, к слову говоря, делалась она именно на Украине, главные части делались, не главные части, а головки самонаведения, там есть два варианта, цепловые радиолокационные, тоже были украинского производства, смею предположить, что мощности сохранились. Так вот, весит она в разных модификациях от 253 до 353 килограмм, а боевая часть у нее 39 килограмм, 39 килограмм, у нас получается в 15 раз больше, чем у стингера. Ну и, наконец, печально знаменитый уже всему миру БУК, в разных модификациях ракета весила от 685 до 715, то есть примерно 700 килограмм веса, боевая часть 70 килограмм, 70. Ну и, опять же, то, что у всех на слуху, самая массовая, наверное, зенитная ракета на постсоветском пространстве С-300, а ракеты в разных модификациях от 1,5 тонн до 1800 килограмм, боевые части от 133 килограмм до 180 килограмм веса у разных модификаций. Дальше повторяем тот же самый вопрос. Если вы действительно думаете, что боевая часть 2,5 килограмма может сбить современный самолет, то что же это за дураки, которые поставили на С-300 головную часть 180 килограмм. А если для реального поражения нужна боевая часть веса в десятки килограмм, то чего же может сделать этот самый переносной стингер, переносная стрела и так далее. Многое сделать не может. Еще раз обращаю внимание на то, что все, без исключения самолеты-агрессора, двухмоторные, двудвигательные, все вертолеты и ударные К-52, ударные Ми-28 и транспортные Ми-8 тоже двухмоторные. Любой из них, любое из причисленных способно продолжать полет при отключении одного двигателя. Так что даже в самом эффективном варианте, если этот стингер или ему подобные ракеты залетают, буквально просто залетело в сопло двигателя и разворотило ему турбину, разворотить турбину несложно, нам достаточно выбить пару лопаток, а дальше он от дисбаланса начнет разбивать сам себя. Это еще не значит, что самолет упал. Он вполне еще себе может на одном двигателе вернуться назад, а сам самолет, если мы говорим про шеломовик Су-25, видите схему его защиты, что там только не придумано, где-то бронирование броневое, где-то другие способы защиты, естественная система пожаротушения и так далее, и так далее, и так далее. Современный самолет вещь очень дорогая, и люди, которые его проектировали, которые выдавали техническое задание на этот самолет, тоже думали о том, чтобы этот самолет нельзя было уничтожить копеечный, по сравнению со стоимостью самолета, копеечный ракеткой запускаемость плеча. Поэтому то, что на базе ПЗРК украинским войскам удалось создать систему ПВО, которая заставляет противника выскакивать из-за холма что-то кидать и убегать, это очень даже неплохой вариант. результат, извиняюсь, результат. А то, что еще удалось сбить полсотни российских самолетов такими средствами, так это просто даже и замечательно. Ну, а поскольку надо больше и лучше, то мы понимаем, что надо больше и лучше. ПЗРК – это последний рубеж противовоздушной обороны, должны быть системы ближнего радиуса, среднего радиуса, дальнего радиуса, серьезные системы с серьезными боевыми частями, с серьезными возможностями поражения. Как мы с вами все понимаем, догадываемся и слышим, работа идет, через границу что-то едет, есть основания предположить, что цифры будут еще более и более оптимистичны для нас и подавляющий политмурсос нашего агрессивного противника. На этом, на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.